Вот моя мама. Она была доцентом химикологического института имени Менделеева. Вот она на руках моего деда. Вот она, маленькая. Это моя бабушка. Она армянка, Шушаник Тарахачатурян. А отец ваш адмиралом был, да? Да. Инженер контр-адмирал. Андрей Зубов. Российский политолог, религиовед, доктор исторических наук. 12 лет преподавал в Московском государственном институте международных отношений. Был профессором кафедры философии. 1 марта 2014 года опубликовал статью в газете «Ведомости», в которой сравнил действия Путина в Крыму с захватом гитлеровской Германии в 1938 году в Судетской области в Чехословакии. 24 марта МГИМО официально объявил об увольнении профессора Зубова из института за высказывания, идущие в разрез с внешнеполитическим курсом России. В любом демократическом обществе, естественно, подобная статья, идущая в разрез с мнением Министерства иностранных дел и правительства, естественно, не могла привести не только к увольнению, но даже к дисциплинарному какому-то взысканию, потому что это право гражданина высказывать свою точку зрения. А для профессионала это просто обязанность. А я посчитаю себя профессионалом в этой сфере. И как раз очень важно для любого государства, чтобы его граждане высказывали не только желанную, но и противоположную точку зрения, потому что тогда власть может лучше скоординировать саму себя и понять, что можно делать, что нельзя делать. Но от этого принципиально отличается государство авторитарное, которое считает, что оно может не слушать граждан, и оно само знает, что надо делать. А в государстве тоталитарном не просто не слушают иные точки зрения, а запрещают их произносить, запрещают об этом говорить. Вот у нас в советское время было тоталитарное государство. И сейчас мне в некотором смысле даже было интересно, до какой степени наше государство вернулось в советское. Потому что я давно по другим поводам говорил, что у нас, к сожалению, не произошло искоренение советского, и из-за этого происходит обратный процесс возвращения в советское. Кстати, скажу в скобках, что как раз на Украине, вот буквально во время последней вашей революции, как вы ее назвали, революция достоинства, мне очень близко это название, произошла попытка, и, по-моему, очень эффективная, борьбы с советским. Вот эти все разрушения памятников Ленина и так далее, это очень важно. Но вот оказалось, видите, что мы из авторитаризма семивильными шагами идем к тоталитарному государству, где инакомыслие считается не достоинством, а преступлением. Наши политики втягивают наш народ в страшную, ужасающую авантюру. Исторический опыт говорит, что ничего не обойдется так. Мы не должны вестись, как повелись в свое время немцы на посолы Геббельса и Гитлера. Ради мира в нашей стране, ради ее действительного возрождения, ради мира и настоящей дружественности на просторах России исторической, разделенной на ненамногие государства, скажем нет этой безумной и, главное, совершенно ненужной агрессии. Если официальные лица России говорят заведомую ложь, значит, они ведомы не духом добра, не богом, а духом лжи, сатаной. Потому что отец лжи – сатана. И, соответственно, они губят свою собственную страну. Потому что, когда в Крым ввели войска, говорили, что это непонятно откуда взявшаяся часть самообороны Крыма. Ну, понимаете, можно одобрять ввод войска, не одобрять ввод войска. Но нельзя отказывать своим солдатам вправе быть своими солдатами. Это ложь. Причем ложь далеко идущая. Сравнивают там действия советского, вот я оговорка, действия России с действиями, скажем, Соединенных Штатов и Великобритании в Ираке против Саддама Хусейна. Может быть, неправильно действовали Америка и Англия в Ираке. Но, по крайней мере, уж солдаты там точно оставались американскими и английскими. Никто с них погонов не срывал. А здесь? Вот явная ложь. Понимаете ли, называют со всех трибун в ООН, да и в СМИ, называют режим, который сейчас вот сформировался, власть, которая сформировалась на Украине, фашистской. Это заведомая неправда. Это ложь. Потому что там, как в любой власти, есть хорошие, плохие люди, более экстремистские, более терпимые. Но фашизма, как определенной муссолинивской идеологии, там нет. В смысле фашизма, как корпоративного государства, построенного на слиянии частных и государственных корпораций, в единый идеал государства, это уж скорее путинская Россия. Вот она намного больше похожа на фашистское государство по формальным признакам. И говорят фашисты-бандеровцы. Фашисты-бандеровцы. Прямо вот как мантру повторяют. Понимаете? Так что это безусловная ложь. Потому что там эту мантру может повторять бездумно какой-нибудь человек с улицы. Но, конечно, не господин Лавров. И, конечно, не господин Чуркин, которые, в общем, культурные люди. Я знаю того и другого. Это образованные, культурные люди, закончившие, между прочим, ДИМО. И вот примерно в одно время со мной, Лавров на год раньше. Меня. Причем считавшись одним из мгемовских интеллектуалов и, кстати, свободомыслов в свое время. Вот какая странная эволюция у человека. Так что, понимаете, а там есть вот эта заведомая ложь. Заведомая ложь. Там всегда есть, конечно, внутренний порог и изъян. Что такое цинизм? Мы хотим дружбу с Украиной. Я бы сказал, антигуманная постановка проблемы. Если я приму решение об использовании вооруженных сил, то оно будет легитимным. Я думаю, что они, как раз вот в лучшем духе фашизма, считают, что они ничто, а государство – все. Поэтому они высказывали, они просто рупоры государственной власти. Ну, а кто такое государственная власть сейчас в России? Ну, это президент, естественно. Президент. И, соответственно, и рупор президент. В старое время, как бывало. Я имею в виду старое время до революции. Если ты не согласен с взглядами императора, ты подаешь в отставку и уезжаешь в свою деревню. Ну, или остаешься в городе. Ну, в общем, занимаешься частным делом. А лгать непристойно, а неприлично. В советское время, понимаете, тем ужасно, что оно вот эту прививку, вот это отвращение ко лжи, которое у благородного человека всегда было, оно уничтожило. И я помню, мой покойный отец, сам адмирал, и, в общем, человек еще до советского складки, он говорил, его худшее было определение человека. Он говорил, что это человек, который не может сказать, честь имею и не соврать. Если мы примем такое решение, только для защиты украинских граждан, и пускай попробует кто-то из числа военнослужащих стрелять в своих людей. Есть другая Россия, и она не слаба, понимаете. Она постепенно будет набирать свою силу. Сейчас действительно, понимаете, вот то, что произошло, причем, посмотрите, вот сначала Олимпиада, успех на Олимпиаде, победа, потом, вроде бы, присоединение Крыма. Вот такие успехи у людей, простых людей, которые, конечно, ну, скажем, откровенно, да, я думаю, и на Украине такие люди есть, которые, в общем-то, особенно старшего поколения, которые скорбят о вот этом гибели великой державы, вот, у них начинает кружиться голова. Вот опять, все как раньше. Все как там, в лучшие советские времена. Вот, но все же не в как лучшие советские времена, понимаете. Слабая Россия, независимая полностью от экспорта углеводородов. Вот, в общем-то, слабая. По сравнению с Украиной, это может быть и сильная, но по сравнению с тем, что была, очень слабая армия. Вот, в общем, слабое государство, на самом деле, хотя оно пытается объявить себя всем. Бедный народ, особенно в провинции. И что в этой ситуации мы можем ждать, понимаете. Это обольщение пройдет. И очень быстро. И как раз очень важно, чтобы были люди, а их много, которые бы стояли бы четко на позиции мира, на позиции дружеского отношения к украинскому народу, на постоянном памятовании того, что мы братья. У нас тысячи, миллионы связей. В общем, наши языки мы понимаем друг у друга. Понимаете, легко. Мы одно целое в этом смысле. Не то, что мы одно государство. Мы одно целое в этом культурном, историческом контексте. И вот это обезумливание народа, связанное с тем, что мы показали, знаете, как тигр показывает кусок мяса, мы показали расширение державы. Люди сошли с ума. Тем более Крым. Если бы присоединили, не знаю, никому не нужен кусок где-нибудь на Дальнем Востоке, а тут Крым с такой красивый, лакомый кусочек, у многих связанный с отдыхом в детстве. Люди сошли с ума. Но я думаю, они быстро просыпятся. Они поймут. И к Крыму, кстати, поймут, что ничего не произошло. Как живет Волок, да и Кубань, так же будет жить и Крым. То есть так же плохо, как и жил бы раньше. Понимаете? Ничего принципиально не изменится. И возникнут те же самые проблемы. И, по-моему, тогда и возникнет нормальный диалог, спокойное обсуждение вопросов. И, мне кажется, глубокое взаимопонимание. Поймет ли это нынешняя власть? Или это поймет уже другая власть в России? Я не знаю. Мне бы хотелось, чтобы было меньше потрясений. И чтобы нынешняя власть осознала свою ошибку. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...